Доброе утро, Гоша! Утро доброе! Здравствуйте! Я уже посмотрела первые серии «Последнего мента» и хочу задать вопрос, который наверняка волнует очень многих поклонниц. Вот, Гош, ваш герой Дивов, он пользуется невероятным успехом среди женщин. И вот скажите, пожалуйста, он ко всем женщинам относится одинаково или кого-то все-таки выделяет? Ой, вы знаете, он выделяет. Вас бы он выделил сразу. Спасибо. Если бы вы были в сюжете у нас, то он бы уже сейчас покорил это расстояние, сидя рядом с вами, со своим пистолетом и улыбался бы вам мило. Спасибо. И брал бы у вас отпечатки пальцев. Я бы дала отпечатки пальцев. Он такой живой человек, он 20 лет пролежал во снах своих. Как вы думаете, мужчина, который 20 лет ничего не делал, что с ним происходит, когда он видит женщин? Могу себе представить. Ну, он у меня порядочный, он у меня с большим сердцем, и он у меня такой... Я, честно скажу, я вытаскивал из себя самые веселые, самые искренние, самые добрые ноты, которые во мне только есть. И у меня такой герой, и очень я в него вложился. 190 дней в моей жизни он у меня изъял. И это моя первая такая длинная, долгая, играющая работа. Обычно я был спринтером всегда. Я в кино, и 30 съемочных дней для меня это было неимоверное усилие. Мне казалось, что вся жизнь прошла. А здесь мы сняли 10 картин. И я, конечно, мне это... Я уже не знаю, кто из нас кто. Я Дивов или Дивов сейчас во мне? Я все-таки как Гоша хочу обратиться. Вот как вам кажется, Гоша, такие персонажи, как Капитан Дивов, настоящие мужчины, вот такие честные, с большой буквы, они в реальной жизни существуют? Ну, конечно, существуют. Я вам еще по антикиллеру скажу. У меня началось все давным-давно милицейское кино. И я, когда вот мы снимали антикиллер, я общался с ребятами. Это не серийно. Конец 90-х, но время было отчаянное. Я вам скажу, я дружил и продолжаю дружить с этими людьми. Это действительно офицеры, люди, которые давали присягу. Я их понимаю. Вот Дивов, наверное, отчасти и Коренев, и антикиллер в какой-то степени. Хотя я их между собой уже различаю. Конечно, поначалу они у меня были одним целым. Но антикиллер-то тогда, в те годы у меня жил. А Дивов у меня вот сохранился. Динозавр. 20 лет он пролежал в коме и вышел. Вот-вот-вот. Как раз это и интересно. По сценарию фильма «Последний демент» ваш герой в мгновение ока переносится на 20 лет в будущее. А вот этот же фильм, интересный для вас, для Гоши Куценко, стал такой своего рода машиной времени в прошлое, в 90-е. Вспоминали вы эти времена, когда работали над роли, над проектом? Ну да, конечно. Я так думаю, что вот картина антикиллер и моя ассоциация у зрителя, кто смотрел эти три картины, я ассоциирую, наверное, с 90-ми годами. С милицией 90-х. Наверное, поэтому меня и пригласили поработать вот в этом проекте. И во главу угла здесь взята немножко такая фантастическая идея. Хотя я читал, что такие случаи бывают, и мой герой проезжал 20 лет в состоянии комы. Но это такой художественный ход, несколько комедийный, и он приходит в нашу жизнь вот с таким законсервированным динозавром. Его достают из ледников, и он весь мужик оттуда просто, серийный 90-х, со своими шутками странными, со своими... Он абсолютно не подключен к миру, он знакомится у нас на глазах с гаджетами, с новостями. В общем, все, чем можно было... Понятно, 20 лет это другая эпоха. Я, конечно, хотел, чтобы у него в машине лежал утюг и паяльник, но мне не позволили это сделать. Сказали, что для женской аудитории мы использовали финский нож и кастет. Но мы знаем, что Гоша пришел к нам не с пустыми руками. Надеюсь, не с кастетом и ножом. Дадим капитану Дивову некоторое время на подготовку. А у нас пока есть возможность увидеть несколько ярких кадров из нашего премьерного сериала. Пятый канал представляет. Врачи дали заключение. Выход из комнаты исключен. Лехи Дивова на вас нет, учить некому! Всем на землю! Милиция! Лиза, кто? Мальчик, девочка? Девочка. Леха тут за 20 лет много чего изменились. А у нас-то не изменились. Мы-то прежние. Где труп? Нет тут никакого трупа. Мусик. Слышишь, я тебя не мусик. Да я там с мамой разговариваю. По блютузу. Капитан Дивов, поступайте в мою распоряжение. Это не УВД. Это Пентагон какой-то. А у вас роботов полицейских нет? Ты это, случайно не робот, а? Твою ж за ногу! Время не ждет. Лизка, ты дома! Братушка! Братушка, это кто? Коля. Мой муж. Муж? А я кто? Последствия комы непредсказуемы. Дивов может быть психически нестабильным. Здесь односторонний. Куда вас несет? Можно на ты. Ну ты отморозок. Совсем голову потеряли? Совсем как будто все равно. Ой, есть что-нибудь у нас от головы? Гильотина. Ой, как страшно. Да еще много, много, много. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, последний герой. Последний мент. Я 20 лет назад в МММ две получки вложил. Как думаешь, там много накопилось? Ох, что ж за день до сегодня. Во всех телевизорах страны. С понедельника в 22.25 на пятом. Итак, обещанный сюрприз. Прямо сейчас в нашей московской студии наш прекрасный гость Гоша Куценко исполнит главный трек из фильма «Последний мент». Погнали. Погнали. Хочется пить, ты выходишь на кухню, но вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Финальный аккорд. Доброе утро, последний герой. Да-да-да-доброе утро, последний герой. Спасибо. Браво. Гоша Куценко, Михаил Кадурин аккомпанировал на гитаре. Спасибо вам большое, ребята. Стартовал, стартовал показ детективного сериала «Последний мент». Четвертую серию мы ждем и будем смотреть ее 9 ноября, друзья. Ну что ж, Даша Александрова, Кирилл Пищальников, Роман Герасимов. Мы прощаемся с вами. До скорой встречи, до понедельника. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»